всем привет дорогие друзья вы на канале james games и это снова игра под названием satisfactory в которой я уже много чего сделал как относительно много чего но кое-что в общем все это время я в ней играл прям залип нее так вот и дошел я уже до 5 6 уровня хаба то есть мы уже открыли 5 6 уровень хаба вот и вот это все тоже мы открыли уже построил я уже тут заводик такой вот такой вот завод трехэтажный пока что планирую еще выше его строить кстати да мне в комментариях писали что придется все там разрушить разрушать что потом строить нормально да я все короче развалил и вот сделал по новой причем неплохо получилось именно высоту самое то что надо потому что экономится пространство если все то что сделал высоту по плоскости расположить это будет да в общем удобно в общем такой завод строить высоту ну давайте вкратце пройдемся что мы открыли за это время я там не помню в последней серии что это там на чем остановился а бензопила у меня там было так подожди бензопила у меня там было это я что открыл с бензопилы а вот на пила короче говоря сделал я прыжковые площадки желейную посадочную площадку чудо утилизатор чудо магазин развитые конверные ленты потом я сделал угольный генератор водяная помпа это все я уже использую угольный генератор добываем электроэнергию с помощью воды и угля вот автомобильный транспорт да я пробовал делать грузовая станция но знаете что вот пока что не очень с этим получилось потому что трактору можно задать автопилот как бы научить его как ездить но у него плохо с объездом препятствий я смотрю поэтому я пока его отложил это дело на более позднее время там еще дальше откроется кое-что так базовое производство стали у нас открылась литейная то есть мы делаем сталь с помощью угля и железной руды вот и делаем все вот этот стальной слиток стальная балка стальная труба и универсальный каркас для разблокировки следующих уровней дальше что у нас четвертом уровне мы сделали на буровую установку 2 я кое-где поставил не везде ну кое-где в принципе можно везде поставить но это не требуется как бы потому что поглощение ресурсов не настолько мощное что чтобы брова установка не успевал их вырабатывать ну в общем это апгрейд там где надо я делаю железобетонные балки статоры моторы вот кстати мотор еще нигде не использовал это все так вот ксена дубинка хорошая вещь кстати ксена дубинка сейчас мы продемонстрируем а вот она у меня стоп вот ксена дубинка позволяет очень круто отмахиваться от монстров прям таки хороший у него урон такой вот самурайский мечт да кстати ну тут же сразу и скажу что это у меня в руках это арматурный пистолет вот вот так вот он стреляет и для этих вот козлов который там огнем плюются вообще очень хорошо пока что я с ними воюю так дальше смотрим что у нас дальше открылась дальше у нас так это мы забегаем вперед ксена дубинка гипертрубы гипертрубы это в которых можно очень быстро путешествовать по локации то есть с одной точки в другую провел гипертрубу и короче я покажу так промышленный складской контейнер короче это тут сюда и вот до чего дошел но что я еще не приступил к чему пятый шестой уровень переработка нефти промышленное производство транспортировка жидкости альтернативная респиратор на шестом уровне расширенная энергетическая инфраструктура топливный генератор вырабатывает электроэнергию потребляет топлива вот то есть нефтом переработанную реактивный ра о кстати реактивный ранец не дадут вот это еще не видел я вот только только открыл пятый шестой уровень реактивный ранец даже просто прекрасно электровоз та ладно серьезно типа паровоз грузовой вагон вау вот эта вещь вот эта вещь блин классно руки чешутся так это чешутся руки дальше что-нибудь поделать трубопровод уровень 2 технология монорельсовых поездов более это же круто это вот а и сколько может тут все сделать так короче говоря давайте покажу ну так что такое гипертруба и кстати у меня работают угольные электростанции сейчас пока у нас на угле технологии выбор выработка выработки электричество биомасса ушла уже как говорится в небытие мы теперь на угле работаем вот уголе вода требуется для этих генераторов то есть у меня вот здесь вот небольшой заводик давайте-ка сначала покажу здесь самое здесь бетон делается короче здесь вот на первом этаже это сам железные слитки перерабатывается в столбики столбики перерабатываются в винтики и все это идет там еще пластины столбики отдельно идут наверх и все это идет наверх наверх на второй этаж на втором этаже у нас стоят awesome леры которые все это перерабатывают в дальнейшие ресурсы вот вот эта умная обшивка делается. Тут у нас делаются роторы. Здесь у нас производятся усиленные железные пластины. Все это складывается сюда и отправляется еще и туда, на этот этаж. На третий этаж нашего заводика. Так, третий этаж нашего завода. Здесь, кстати, вот там небольшое медное производство по меди. Катушки, кабели. Короче говоря. И еще листы медные. Все это там производится. И что надо, вот сюда доставляется для дальнейшего производства. Вот. Значит, тут у нас что делается? Статоры. Здесь у нас железобетонные балки производятся. Автопроводка это для завершения еще следующих фаз для отправки на космический лифт. В общем-то, все складывается вот сюда. Каркас там. Проводка это для вот лифта космического. Для еще более дальше там развития. Так, собственно, ну вот, третий этаж. Тут вот такие вот лифты конвейерные сюда подходят. вот так вот. Так, сейчас мышку медленнее сделаем. Вот так, плавненько. Мышка плавненько так. Вот так вот все сюда заходит. Оттуда идет, сюда заходит. Там на низ, с нижних этажей, на нижние этажи. Короче говоря, круто. Все тут работает, уже настроено. Все тут уже, как говорится, автоматизировано. Так, стальные балки заходят у нас сюда. Здесь производятся вот эти каркасы. В общем-то, все работает. Кстати, да, вот столбики. На данный момент у меня мощность 800 мегаватт. Вот, электричеством я полностью снабжен. То есть, проблем никаких с этим нет. Также, что еще интересного я здесь открыл? Сейчас покажу. По локации разбросаны такие энергослизни зеленые, желтые, фиолетовые. Их мы собираем, перерабатываем в энергокапсулы. Эти энергокапсулы используются для модернизации собственно вот производства. Чтобы увеличивать производительность, ставим энергокапсулу, увеличиваем разгон и наш прибор работает быстрее. Наша машина. Так, давайте-ка слетаем теперь на гипертрубе. на гипертрубе слетаем в оазис, как я его назвал. Там вот вода, метки я где-то ставил, электростанция была, она называлась. Кстати, а где она? А где метка? Вода, а вот электростанция. Короче говоря, вот в тех степях электростанция. Там такая интересная локация, оазис. Так, что еще забыл показать? Что еще забыл показать? Пока мы здесь, пока мы здесь, пока мы туда не отправились. Здесь вот у нас, здесь вот у нас работает переработчик ресурсов. Он их просто уничтожает. Ну, короче говоря, уничтожает и какие-то данные отправляет там. и в нем, сейчас покажу, и в нем можно делать купоны, брать купоны, купонов для печати 4. Короче, перерабатываются ресурсы, даются нам купоны. За эти купоны, там типа такой магазинчик, в нем можно покупать всякие разные усовершенствования, то есть, как бы рецепты новые. Сейчас покажу, вот он магазинчик. Вот здесь есть некоторые рецепты. Стены, например, вот за 7 купонов. В принципе, купоны долго собираются. Наверное, надо ставить несколько переработочных машин, чтобы больше купонов было. Но пока нет, не срочно. Вот, металлические стены для конвейера отдельные, вот такие можно рецепт сделать. Вот, металлические стены с дверьми, крепления различные настенные, фундаменты, те, которых у меня нету, транспорт. Вот, кстати, вот эту тележку я купил уже. Организация. Вот это я купил, ограждение, лестницу взял, вот этого пока еще нету. Статуэтки, ну, это так, для красоты. Экипировка, в принципе, тоже все это у меня есть. Ну, и просто ресурсы дают тут, как бы, вот. Да, кстати, тележку я уже себе приобрел, такой вот, хе-хе-хе, такая тележечка. Вот, на ней можно кататься вот так вот. Ну, вот, ей неудобно рулить, на самом деле. Неудобно немножко рулить, ну, если надо куда-то быстро добраться, да и по бездорожью она не очень хорошо ездит, по ровным площадкам отлично. В общем, такая вот тележечка. Вот, может быть, иногда нам, иногда, иногда, нужно бывает. Так, что здесь еще? ММА, этот сам анализатор. Вот, я здесь анализировал всякие там инопланетные организмы, катерии, нашел руду, цветочные лепестки. Ну, давайте начнем инопланетные организмы. Что я открыл? Что мне это дало? Арматурный пистолет. Здесь я открыл, кстати, вот и болты для него. То есть, рецепт я отсюда взял. Это еще не открыл. Медицинский ингалятор я в другой ветке развития открыл. Катерий, руда новая, катерийная, катерийный слиток. Но, тут еще тоже не развился. Цветочные лепестки. Это красящий пистолет. Это, по-моему, я уже снимал. Вроде как. Я в прошлых сериях. Питательные вещества. Здесь, собственно, мы местные эти самые анализируем. Медицинский ингалятор можно делать. Он, в принципе, восстанавливает все здоровье, но, или не все, я не знаю. В общем, ну, на него расходуются вот эти грибы, там, ягоды. Ну, так себе, короче. Энергослизни. Вот. Энергослизни. Ну, тут просто рецепт. А, вот здесь выучил разгон производительности. Я тоже очень маловажный. Кварцем мы еще тут не прошли. Вот еще, что я еще не сделал. Бомбы, бомбы, бомбы эти самые. А, взрывчатку, взрывчатку, детонатор, винтовку мы не открыли, и патроны для винтовки. все это со временем. Вот это грибковая поросль, пока я еще не нашел ее даже. Я по локации бродил, но пока я ее еще не нашел. Так, что у меня здесь? Здесь у меня железная руда, сразу две вышки стоят. Вот. Здесь контейнеры всякие, со всяким барахлом. Ну, там всякая ерунда. Так вот, бывает, ненужное что-то скидываешь. В общем, здесь я их понакидал. Здесь у нас уголь добывается. Вот там угольная вышка. Это буровая вышка. Там уголь добывает. Второго уровня вышка, кстати, оттуда второго или третьего уровня сделала ленту конвейерную, чтобы быстрее он добывался. Здесь у нас сталь делается в литейном аппарате. Литейный. Делается сталь, перерабатывается в стальные балки. Идет туда дальше. Короче, там дальше на заводе перерабатывается. И что самое интересное, этот уголь идет на угольные генераторы, которые вырабатывают нам энергию. Вот они, угольные генераторы. Вот поглощается уголь и вода. Вот еще открылось, что вода. Для того, чтобы поставлять воду в угольные генераторы, нужно ее найти, конечно, в первую очередь, ну, естественно. А потом, во вторую очередь, ой, тут этот самый урон нам наносится от яда. А во вторую очередь нам надо ее подвести. Ай, не перепрыгнешь тут. Короче говоря, ладно, пройдем там. Там вот у нас это самое такое зерко я нашел. Там сделал водяную помпу, провел сюда воду. Здесь насос поставил один, который накачивает воду. Проталкивает ее. Вот. Ну и, собственно, электроэнергия вырабатывается. Но это не единственный электрозаводик у меня. У меня еще там дальше, в другой локации немного есть. Есть еще один. И сейчас мы туда полетим через гипертрубу. Здесь, конечно, неудобно вот это вот прыгать через конвейерные ленты. Ну, я вот не придумал, как, ну, можно было как-то поднимать наверх, опускать, но, честно говоря, не очень стыковалось все это дело. Думаю, ну ладно, пусть будет так. Пусть будет так. Все равно у нас многоэтажное производство, а не одноэтажный завод. сейчас мы в гипертрубе. Полетим, полетим вот туда. Вот туда, где у меня вторая электростанция находится. Я оттуда протянул этот самый. А вот здесь, кстати, еще стальные трубы производятся. Вот здесь уголь, сталь, уголь, железная руда, короче, там стальные трубы еще производятся. Вот, летим мы в оазис, как я его назвал. В этом оазисе такое озеро прикольное. И рядом месторождение угля, что, естественно, позволило сделать мне электростанцию. И не одну, а угольную станцию эту поставить. И аж оттуда я протянул, вот она проводка. Это я делал для транспорта, еще, кстати, для транспорта линия, ну, что-то с транспортом не сдалось. Плохо объезжает препятствия. В общем-то, я пока еще с транспортом, я думаю, попозже этим займемся. Вот, сейчас мы долетим до этого оазиса по гипертрубе. Вот здесь я для транспорта делал, короче, чтобы он ездил, забирал там ресурсы и привозил на мою основную базу. Так, сейчас мы долетим. Сейчас мы долетим. Опа! Есть! Так, собственно, вот здесь такое озеро, такое вот, такая заводь с обрывом, такое озеро, водопад тут. Вообще, такое красивое место достаточно. Я когда его нашел, я прям такой, вау, нифига себе. И здесь я понаставил еще угольных генераторов. Там вот у нас месторождение угля. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 угольных генераторов. Вот тут все полностью автоматизировано. Там буровая установка добывает уголь. Она же запитывается от общей сети. Поставляет уголь в генераторы. Они работают, выработают энергию. И здесь я на всякий случай две помпы поставил водяные, чтобы, ну, воды хватало с избытком для генераторов. Потому что когда у меня еще в той не было рядом с базой электростанции, одна вот эта работала, ну, были проблемы какие-то с электричеством. Вырубалось все. В общем, я тут настраивал, настраивал. Ну, сейчас у меня уровень энергии достаточно неплохой. Мне на все хватает. Вот. Ну, и здесь также небольшое у меня производство для деталей, которые, с помощью которых можно строить все новые, новые генераторы угольные. вот здесь вот все производится. Я отсюда беру ингредиенты, так сказать, и здесь дальше могу делать генераторы еще, которые еще больше будут вырабатывать энергию. Ну, вот пока мне хватает, в принципе, может быть, дальше там, что там, топливные какие-то, генераторы будут. Поэтому я вот пока дальше не делаю, мне хватает. Вот. Ну, что ж, я думаю, такую небольшую экскурсию я сделал в то, чего я тут наворотил в этой игре. Игра, конечно, замечательная, мне очень понравилась, я в нее втянулся. Вот. И думаю, буду дальше какие-то серии по ней записывать. Ну, в общем, в общем, в общем, вот так. Такие дела. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Джеймс. Ну, что ж, увидимся в следующих сериях. Пока.